В Буйнакске задержан подозреваемого в убийстве знакомого. По данным следствия, мужчина выстрелил в 24-летнего жителя села Верхнее Казанище из-за конфликта. Жители поселка Кала Дербенского района оказались заложниками федеральной трассы. После расширения дороги и установки ограждений, поселок фактически разделился на две части, а сельчане лишились удобного доступа к школе, детскому саду и больнице. В рамках международного форума «Мир нашему дому» в Дагестане прошли встречи студентов с религиозными деятелями из регионов России и зарубежья. О чем говорили, смотрите в выпуске. 200 тысяч рублей за победу на борцовском турнире в Махачкале определят лучшего тяжеловеса всероссийских соревнований. Уроженец Буйнакска задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, а также в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, накануне подозреваемый на почве конфликта выстрелил не менее двух раз в 24-летнего жителя села Верхнее Казанище. Мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте. После совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Буйнакскому району было установлено местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе Верхнее Казанище. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов из ружья сотрудников полиции. Очередную постройку в Махачкале могут снести. Двухэтажная постройка по адресу Акушинского, 23, признана судом незаконной. Она не имеет разрешительных документов на строительство, а также не учтены нормы противопожарной безопасности. Теперь дело за службой судебных приставов. Об этом сообщение администрации города. Путем запроса архивных сведений, администрации города Махачкалы было установлено, что разрешение на строительство спорного объекта органам местного самоуправления не выдавалось. Проектная документация данного строения застройщикам не разрабатывалась и на ее согласование в администрацию города Махачкалы проектная документация не поступала. В связи с чем администрация города была установлена, что спорное строение обладает признаками самовольной постройки, установленной статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот получается, если я со стороны Дербента или просто даже с Мамиткалы еду, весь этот участок дороги, который закрыт бетонными блоками, мне нужно доезжать до селения Салика, и там только заворачивать и возвращаться уже обратно. Жители поселка Кала Дербентского района жалуются на неудобства, возникшие после расширения дороги на федеральной трассе и установки бетонных ограждений. Поселок фактически разделен на две части, а количество пешеходных переходов и въездов сокращено. Теперь для того, чтобы добраться до детского сада, школы и больницы, приходится объезжать до трех километров. Людям вообще плохо здесь, потому что постоянно у них проблемы. И здесь сколько аварий бывало, и тут никто не останавливает, ничего не машины. Таким скоростями здесь невозможно отсюда даже перейти на пешеходном переходе. Вот этот медпункт находится выше трассы, школа находится ниже трассы, отделена здесь блоками, и негде переходить, выезд, заезд в этом коле нет. Еще одна серьезная проблема поселка – отсутствие автобусных остановок. Местным жителям, в основном пожилым людям и детям, приходится идти вдоль дороги на окраину села, чтобы воспользоваться общественным транспортом. Как закрыли дорогу, поставили здесь ограждение, и ни одной остановки в селе не осталось. Раньше была вот здесь остановка, ее взяли, просто перенесли, и все. И здесь нет места маршрутки остановиться, забрать людей, посадить людей. Просто опасно. Приходится людям идти вот туда, тут минимум 500-600 метров. С детьми, пожилые люди, кому в Дербент, кому в огни, туда на остановку. Местные жители и администрация поселка Кала неоднократно обращались в разные инстанции, но это не дало ощутимых результатов. И поэтому просят властей обратить внимание на эту проблему. А именно, организовать удобный въезд в поселок, создать автобусную остановку и установить лежачие полицейские у пешеходного перехода. Администрация сельского поселения села Кала Дербентского района неоднократно направлялись в письма во все инстанции с просьбой построить надземные и подземные пешеходные переходы. На данный момент установили только светофор, пешеходный переход, на который водители никак не реагируют. После капитальной реконструкции ФАД «Кавказ» никаких заездов и выездов автомашин с села Кала не имеются. Я от имени жителей села обращаюсь к вам с просьбой о помощи решения данной проблемы. Отметим, что в прошлом году Росавтодор расширил почти 80 километров федеральных дорог в Дагестане, включая трассы в туристические города Махачкалу и Дербент. Как отмечали в ведомстве, прилегающих населенных пунктов были установлены автобусные остановки, тротуары и дорожные знаки. Однако, по словам жителей поселка Кала, эти удобства, в том числе заезд между селами, для них не были созданы, что в разы усложнило их жизнебезопасность. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербенский район. В России сильно упал показатель рождаемости. По данным Росстата, в этом году количество новорожденных в стране составило более полумиллиона человек, что на 16 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за 25 лет. Однако Дагестан стал лидером на Северном Кавказе по числу рождения младенцев за этот год. Республика охватывает примерно 36% от общего числа новорожденных в стране. 44 модульных женских консультаций будут построены у нас, планируется построить у нас в республике, что тоже отразится на состоянии здоровья женщин, на своевременность с оказанием помощи и устранение тех высоких рисков, которые есть, к сожалению, у наших беременных во время беременности, после родов. И, конечно, это будет все направлено не только на сохранение, но и на сохранение жизни будущих наших новорожденных детей. В Хасаюрте прошла акция «Набирая скорость, рискуя жизнью» на семи дагестанских языках. Водителям раздали 300 подвесок с напоминанием о правилах дорожного движения. В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, юные инспекторы движения и волонтеры педагогического колледжа. Щедрость – это отличный способ борьбы с такими внутренними пороками, как высокомерие и жадность. В рамках международного форума «Мир нашему дому» прошла встреча студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства с религиозными деятелями. Темой обсуждения стала «Социальная поддержка и гуманитарная помощь». Гость нашей республики – заместитель муфтия Кабардино-Балкарии Алим Сижажев подробно рассказал о важности участия благотворительной деятельности и затронул другие актуальные темы для молодежи. «Когда искренне все происходит, есть результат. Если мы хоть одного даже студента или школьника исправим, и наши речи изменят этого человека в лучшую сторону, то уже выполнена работа не зря. И пока старшее поколение будет заниматься младшим поколением, будущее у нас в прекрасном состоянии». Подобные встречи оказывают положительное влияние на молодежь, отмечают эксперты. Ведь на них молодые люди получают ответы на самые насущные вопросы. Это отличная возможность узнать от компетентных людей, каким на самом деле должен быть верующий человек. «Я как ректор вам скажу, у нас с Духовным управлением Дагестана очень тесное взаимоотношение, и они буквально на регулярной основе приходят к нам, и мы проводим вот такие беседы. Детям очень нравится, они задают вопросы, живо общаются и получают ту информацию, которая их интересует. Я очень рад, что пришли, эту площадку провели у меня в УЗИ, Дагестанском государственном университете народного хозяйства. Буквально такие вопросы неожиданные были обсуждены и рассмотрены. Вопросы СВО были подняты, очень красиво объяснили, что это такое». «Нельзя быть безразличными к будущему, поэтому нам важно сохранить молодежь от всего негативного. Для этого подобные встречи просто необходимы», – отмечают участники форума. «В первую очередь, конечно, хочется выразить благодарность этому университету в лице ректора за то, что за такой хороший, тёплый приём нашего сам ректора даже присутствовал и слушал, участвовал в нашей беседе. Это на дорогого стоит, на самом деле. И это признак того, что, аль-хамдул-лях, в наше время, как говорится, духовное и светское крыло вместе работают, и, иншаллах, я думаю, полёт будет высокий». Подобные мероприятия в рамках форума проводились и в других вузах республики. Со студентами были обсуждены такие темы, как единство и безопасность, патриотизм, любовь к родине в исламе, крепкая семья и религиозное образование. Мероприятия проходили в формате живого обсуждения. «Хотел бы сказать, что такие мероприятия стоит проводить почаще, потому что это влияет на общее развитие студентов. И чем больше таких мероприятий, тем меньше всяких неприятных случаев». «Они говорили о том, что нужно проводить благотворительность, я с этим согласна полностью. В целом всё было хорошо». «Это очень полезное мероприятие для современной молодёжи, надо было бы его по часу проводить. Будет полезно для молодёжи, ну не только для молодёжи, но и для взрослых. В принципе, было бы полезно это». Встречи со студентами завершились, но работа форума продолжится масштабным вечерним мероприятием на главной площади Махачкалы. Его планируют посетить около 20 тысяч человек. «Это станет главным религиозным событием года», – отмечают главные организаторы «Муфтия Дагестана». Муфтия Дагестана шейх Ахмад Афанди принял ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснудинова и преподавателя академии шейха Мухаммада Аймана Захрави. На встрече обсуждался вопрос исламского образования. Ректор отметил достижения дагестанских студентов в их академии, поблагодарив «Муфтия» за высокий уровень подготовки богословов. «Мы уж сами говорим, что нам пока ещё тяжело конкурировать с теми вузами, институтами, зарубежными, у которых история более тысячи лет. Но благодаря нашим докторам из арабских стран, у нас студенты, магистраты и докторанты идут на учёбу именно на конкретное лицо». Встреча прошла в дружеской атмосфере. Гости выразили шейху благодарность за приглашение и гостеприимство. 200 тысяч рублей за победу. На борцовском турнире в Махачкале определят лучшего тяжеловеса. Всероссийские соревнования на призы серебряного медалиста Олимпиады в Афинах Магомеда Ибрагимова пройдут 18 сентября. Местом встречи вольников в самой престижной категории станет Дворец спорта при ДГПО. Ожидается участие 20 борцов, в числе которых будут мастера спорта международного класса. Общий призовой фонд турнира составит 450 тысяч рублей.